Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами говорили о том, что Меладзе продолжил вот эту националистическую речевку, запрещенную в Дубае. Сейчас Генпрокуратура попросила проверить его на предмет финансирования ВСУ. И звучат даже более радикальные заявления. Виталий Милонов заявил о том, что если уехал Меладзе, пусть там и остается. То есть он призвал его больше в Россию не пускать. Вот что пишут СМИ по этому поводу. Певец Валерий Меладзе находится на гастролях по Европе. В России артист уже давно не появляется. По мнению бывших коллег, слушателей и даже политиков, Меладзе предал страну. Поэтому его возвращение в Россию крайне нежелательно, пишут СМИ. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал свое мнение по поводу отъезда артиста. Если уехал, то пусть там и остается. Назад дороги нет. Друзья, что я хочу сказать. Виталий Бородинов, еще руководитель федеральной программы по безопасности и противодействию коррупции, и вовсе заявляет, что его нужно признать иноакентом. Он слишком много что наговорил. Благодаря России он получил известность и призвание. Это не русский человек, это просто иностранец. Как в песне, да, по-моему, его пелось. Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой. Но вот не повсюду получается уже теперь практически. Скоро, видимо, не повсюду. Друзья, с моей точки зрения, действительно, то, что сделал Меладзе, прошептав эту вот речевку, это мое мнение. Правовую оценку, конечно, давать не мне, но вот как обывателя, могу сказать, что, конечно, это должно иметь какие-то последствия, иначе каждый артист, каждый публичный человек будет считать возможным говорить абсолютно все, что угодно, понимая, что никакой, так сказать, угрозы для него в плане того, что наказания от Родины никакого не будет. Такого быть, я считаю, не должно. Я уже давно говорил, что по опыту других стран, это не мое предложение, по опыту других стран, запрет на въезд, лишение гражданства, арест имущества. Так дело в других странах. Для тех публичных людей, которые уехали из страны, они начинают хайть Родину, да? Вот, собственно, желающих там очень мало это делать. Может быть, и поэтому. Друзья, что думаете на все еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов и здоровья. Всем пока. До встречи.